В преддверии дня города в музейно-выставочном комплексе «Артишок» честовали тех, кто ежедневно трудится во благо нашего округа и всей страны. Среди награжденных социальные работники, водители, педагоги, сотрудники предприятий, врачи, спасатели, ученые и, конечно, ветераны боевых действий. Всего 30 человек. Их портреты можно увидеть на обновленной доске почета. Вы являетесь тренером для тысячи вечера. И в период празднования городского округа, конечно же, все взоры будут обречены именно к вам. Я хочу поблагодарить вас за ваш весомый вклад в развитие городского производства. Среди награжденных Тигран Нерсисянс. Он работает в машиностроительном конструкторском бюро «Факел». Ветеран боевых действий, десантник. Когда началась специальная военная операция, он, несмотря на возраст, подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Сегодня Тигран Ваграмович ведет активную просветительскую работу с молодежью. Сегодня очень необходимо, чтобы не потерять связь поколения, чтобы молодежь знала и уважала свою историю. Очень необходимо, чтобы мы с ними работали. Дмитрий Колчин, инженер-конструктор НПО «Энергомаш», на доску почета попал не случайно. Он активно занимается научной деятельностью. За 11 лет непрерывного труда Дмитрий разработал несколько уникальных проектов, связанных с испытанием ракетных двигателей. Это можно рассматривать и как хобби. То есть, вроде бы, как и работа, но при этом она увлекает. Я помню, как вот я как раз на первый год, когда я работал на... ну, открылся работать, я был на пятом курсе в Московском авиационном институте. И как раз прогуливался вот по парку вдоль и заметил доску почета. И как-то так получилось, что у вас посетят столько времени, я тоже туда попал и, ну, безмерно счастлив. Такими почетными гражданами городской округ может по праву гордиться. А для самих лауреатов оказаться на доске почета в юбилейный для Химок год – это особая честь. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.